МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. Допрос под прицелом видеокамер. В отделах полиции Карагандинской области появились так называемые прозрачные кабинеты, в которых будут проходить допросы. За допросом в режиме онлайн смогут наблюдать родные подозреваемых. Пустующие и необустроенные земельные участки будут возвращены государству. В региональной службе коммуникации рассказали о регулировании сфер земельных отношений. Кубки, дипломы и денежные сертификаты. На сумму 100 тысяч тенге достались победителям первого городского турнира по уличному баскетболу. В Караганде под эгидой Акимата реализуется проект Лига дворового баскетбола. Два с половиной года лишения свободы условно. Такой приговор вынес судья Шахстинского городского суда в отношении пяти чиновников, косвенно виновных в гибели людей в поселке Шахан. Напомним, что 1 января в пятиэтажном доме произошел взрыв отопительного котла. В результате обрушения целого подъезда погибло 9 человек. На скамье подсудимых оказались пять чиновников. Среди них Аким поселка Шахан, Мурат Жакупов и его заместитель Акитай Нажмеден. А также руководитель отдела и главные специалисты, которые так или иначе имели отношение к коммунальному хозяйству. По версии следствия, каждый из пятерых фигурантов должен был принять меры по недопущению эксплуатации автономной системы отопления в подвале пятиэтажного дома, поскольку это является грубым нарушением пожарной безопасности. Расследование показало, что никто из пятерых подозреваемых не устранял это нарушение и не пытался обязать жителей вынести котельную за пределы дома, тем самым поставив под угрозу жизни людей. В ходе судебного разбирательства всеми подсудимыми были заявлены ходатайства о заключении процессуального соглашения с процессуальным прокурором о признании вины. Судом утверждено процессуальное соглашение и переговором суда о подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы два года шесть месяцев с применением ст. 63 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данное наказание считать условным. С установлением пропорционного контроля и на весь назначенный срок. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов во время своего визита в Тимиртау высказывал нарекания на работу подрядной организации «Армстрой», которая проводит ремонт автомобильных дорог. Подрядчики отстают от графика, а качество работ не выдерживает критики. На днях стало известно, что рабочие приступили к укладке второго слоя дорожного полотна на проспекте Республики. Окончание работ запланировано на 15 сентября. За работами следит Аким города Галымашимов. Плохие дороги Тимиртау уже давно стали притчей во языцах. Согласно первоначальному плану, ремонт автодороги на проспекте Республики подрядчик должен был завершить еще в июле. Уже заканчивается август, а работы продолжаются. Претензии к работе «Армстрой» высказывал глава области Ирлан Кошана во время визита в город Металлургов. Основные нарекания касаются сроков и качества работ. Сегодня за этим пристально наблюдают в городской администрации. По словам городоначальника, в настоящее время все замечания устранены. Подняли, очистили, подняли все люка, все ливневки. И сегодня вот мы уже приступили. Поверху этого крупнозернистого асфальта идет щебеночно-маститный асфальт 5 сантиметров. Это асфальт в Тимиртау такой ни разу не ложился. Вы знаете, в Караганде на Бухаржарау, на проспекте на бульваре Мира такой вот щебеночно-маститный асфальт есть. Он очень прочный, он очень дорогой. Были проблемы с поставками битума. Это главная причина отставания от графика, озвученная подрядчиком. Решать этот вопрос пришлось городским властям и лично Акиму. Сейчас уже, дай бог, все нормально, все получилось. Работаем два завода. Производительностью двух заводов 160 тонн в час. И по такой производительности мы в сроки полностью укладываемся. А новые сроки таковы. Работы на проспекте Республики должны быть завершены 15 сентября. Стоит также отметить, что этот 5-километровый участок от улицы Карагандинская шоссе до проспекта Металлургов обошелся в сумму почти 400 миллионов тенге. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Для регулирования сферы земельных отношений в ближайшие 4 года в Карагандинской области планируется провести ревизию земель всех категорий. Выявленные пустующие и необустроенные земельные участки будут возвращены государству. С ходом мероприятий и планом реализации задач в ходе брифинга рассказал руководитель управления Аян Шалмаганбетов. В соответствии с планом мероприятий по реализации задач, утвержденных министром сельского хозяйства на 17-21 годы, в Карагандинской области в течение двух лет планируется ревизионная проверка земель всех категорий. Задачей ревизии входит выявление земель неиспользуемых или используемых с нарушением земельных законодательств, определение их фактического состояния, определение фактического и качественного состава сельхозугодий. Эта ревизия, в отличие от ревизий, которые были предыдущие, отличается в том, что те предыдущие ревизии с 19-го по 19-го года проводились на деньги республиканского бюджета, и его проводили государственные организации, специализированные. На сегодняшний день данная ревизия проходит по землю всех категорий, и его обеспечивают только местные исполнительные органы, совместно заинтересованные полномочиями органами, осуществляющие деятельность подвинувшей территории. В ходе ревизии обобщены земельно-кадастровые данные, актуализированы списки хозяйствующих субъектов, обновлены списки по сельским округам, и назначены кадастровые номера закреплённых за ними площадей и состава сельхозугодий. По оперативным данным организовано 276 новых хозяйств, ликвидировано 140, 44 хозяйства преобразованы в другие формы хозяйствующих субъектов, изменено название 80 хозяйств, 333 не внесены в кадастровый учёт. В целом, по данным районов и городов, количество хозяйствующих субъектов увеличилось на 92, а в целом в собственности Карагандинской области находится 42 миллиона 798 тысяч гектаров земли. Из них 14 миллионов гектаров для сельского хозяйства. Стоит отметить, что с 2017 по 2019 годы ревизия будет проходить в 9 крупных и 2 малых городах, 37 посёлках и 384 сельских округах. Андрей Тен, Фариза Улбаева, Толиген Рашитов, Первый Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим новостям. Допрос под прицелом видеокамер. Совместный проект Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел под названием «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан» показывает неплохие результаты. В ряде отделов полиции области появились так называемые прозрачные кабинеты. Отныне родные подозреваемых смогут воочию наблюдать за допросом. Сотрудники Юго-Восточного отдела полиции рассказали о том, как они работают в новых условиях. Карагандинские исследователи с недавнего времени привыкают работать в новых условиях. Сейчас привычные следственные действия ведутся в прозрачных кабинетах. Сделано это прежде всего для того, чтобы повысить уровень доверия населения к сотрудникам органов в право порядка. В каждый кабинет следственного работника оборудован камерой видеонаблюдения, которая в скором времени будет работать в режиме онлайн. Презентуем новые кабинеты. Этот пилотный проект осуществляется на отделах полиции УДА Караганды и УДА Тимуртау и соответственно ряд областей. В последующий году мы будем этот проект ввести всех городов Карагандинских областей. Мы все задачи видели, как сейчас следственное управление докладом, прокуратура доклада – это оптимизация уголовного процесса. Сидеть за происходящим по ту сторону экрана прямо из холла могут родные и близкие подозреваемых или свидетелей. Данное новшество введено по инициативе Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. Пилотный проект называется «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». Цель проекта – упростить и ускорить уголовный процесс, повысить защищенность граждан путем внедрения современных технологий. Реализация данного проекта позволит достичь формирования оптимальной модели уголовного процесса, ориентированного на интересы людей и перевод уголовного процесса на цифровой формат. Большое внимание уделяется качеству и срокам расследования уголовных дел, и результатом данной работы станет доверие граждан. Раньше камерами видеонаблюдения были оснащены только коридоры здания. Сейчас в специальных кабинетах Караганды и во всех трех отделах полиции Тимиртау установлено специальное устройство видеонаблюдения. Появление прозрачных кабинетов, по мнению специалистов, позволит улучшить и ускорить уголовный процесс, а также уменьшить число жалоб со стороны граждан. Фариза Албаева, Тулеген Рашидов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Улы-Тау – один из древнейших горных массивов мелкосопочника Сарарка. Именно здесь находится огромное количество исторических сооружений среднего века Дешта-Капшак, одним из которых является гора Аули-Тау. Сегодня это место вошло в список республиканской программы «Сакральный Казахстан». Казахи считают это место «Сакральным» не случайно. Ханы строили здесь свои резиденции. В народных мифах гора Аули-Тау выступает как место общения с Богом. В древности здесь располагался центр шаманов. Степные правители тянулись в «Сакральной горе», чтобы быть ближе к Создателю. Они верили, что в этой обители духов встречается небо и земля. Первые археологические раскопки здесь проводил известный исследователь Альки Маргулан. Это место в народе также называют Ахмишет. Любой казах, приехавший в Аул-Тау, в обязательном порядке посещает Аули-И-Ата, потому что это место называется Ахмишет. Наверное, здесь были какие-то сооружения, но ничего не сохранилось. Там захоронены священные люди. Наверное, из-за этого место называется Аули-И-Ата. С тех пор, по-моему, в Центральной Азии и Казахстане появилась религия ислам. Отсюда, по преданиям древних, открывается прямая связь с небесами. Молитвы оказываются наиболее действенными. Кроме того, здесь находится целебный родник, вода из которого имеет целебные свойства. По словам историков, высота горы – полутора тысячи метров. Здесь находится могила семьи суфиев. Между тем, у казахов никогда не было принято хоронить людей на горе. Здесь также имеется несколько захоронений. Захоронения относятся, конечно, к Синевикову периоду. Почему? Вот это сам считает местное население, поскольку Ахмишет Аули, он был посвящен тем святым того времени, Синевковье. Вот поэтому сейчас до сих пор он считается сакральным местом Ултавского региона, Центрального Казахстана. Поэтому многие туристы вообще посещают вот это место Ахмишет Аули. От Карагандинской области в список сакрального Казахстана было предложено 40 мест, которые имеют значение в истории или же являлись священными. Но республиканский институт отобрал лишь восемь, и один из них – гора Улетау. Стоит отметить, что с нынешнего года Казахстан приступил к реализации третьей модернизации страны, направленной на достижение глобальной конкурентоспособности. Среди процессов основополагающей является модернизация духовной сферы. Этой цели подчинен проект «Сакральный Казахстан». Фариза Албаева, Жаслан Макубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Проектный офис Карагандинской области по реализации программы «Рухани Жангру» проводит День гражданских инициатив. Жители области, представители неправительственных организаций и бизнеса ждут с новыми идеями 25 августа с 10 до 16 часов по адресу улица Гоголя, 31, офис 204. Кубки, дипломы и денежные сертификаты на сумму 100 тысяч тенге достались победителям первого городского турнира по уличному баскетболу. В Караганде под эгидой Акимата реализуется проект Лига дворового баскетбола. Заслуженные награды победителям вручил Аким города Нурлан Аубакиров. В турнире принимали участие все любительские баскетбольные команды микрорайонов и дворовых клубов Караганды. Одна из них – команда волейболисток Саранской спортивной школы Олимпийского резерва. Этих девушек уже нельзя назвать любителями. И тем не менее, эти соревнования также для них важны. В своей возрастной группе девушки заняли третье призовое место. Уже занимаюсь четыре года. И дальше хочу в республику и больше участвовать и участвовать. Каждый раз немного проигрываем. В течение летних каникул организаторы провели отборочные матчи в пяти дивизионах. По сути, это не совсем баскетбол, а так называемый стритбол. Команды состоят из трех спортсменов, которые стараются забросить мяч в одну корзину. Изначально в турнире приняли участие около 140 команд. Соревнования проводили среди юноши и девушек в двух возрастных категориях. 23 августа на спортивной площадке Дворца детей и юношества состоялись финальные игры. Подготовка спортсменов очень отлично. Сами видите, очень результативно проходит. Поэтому подготовка, я считаю, что прошла прямо на высшем уровне. Также у нас будут определяться лучшие игроки в каждой возрастной категории. Это пилотный проект первый, который мы начинаем в этом году. Надеемся, что с каждым годом мы будем увеличивать масштаб. Будем делать не просто лигу дворового баскетбола, а целый фестиваль будем устраивать. Уже долгие годы существуют дворовые турниры по футболу и хоккею. Теперь карагандинских подростков объединил и уличный баскетбол. Проект Лига дворового баскетбола в Караганде реализуется под эгидой Акимата шахтерской столицы. Неслучайно финальные игры посетил Аким Караганды Нурлан Аубакиров. В этом году мы решили открыть и новый социальный проект Лига дворового баскетбола. Он направлен прежде всего на то, чтобы массово вовлечь нашу молодежь в прекрасную игру, игра в баскетбол. Когда-то тренер, великий тренер Громиский сказал, есть много спортивных игр, но он говорил такую фразу. Любите баскетбол, играйте в баскетбол. Баскетбол это самая лучшая игра с мячом. Поэтому я вас всех поздравляю. Это только начало. И я думаю, что и спортивные площадки, и будут большие победы в наших игре. Поэтому играйте в баскетбол, любите баскетбол. Всех справедливо. Городоначальник также принял участие в награждении победителей. Команда победительница в каждой возрастной группе стала обладателем кубка, диплома и денежного сертификата на сумму 100 тысяч тенге. Команды, занявшие вторые места, награждены дипломом и сертификатом на сумму 80 тысяч тенге. За третьи места предусмотрены сертификаты на сумму 40 тысяч тенге. Кроме того, в каждой возрастной группе были награждены лучшие игроки турнира. Они удостойны кубком и специальным дипломом. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сауболгстар. Субтитры подогнал «Симон»